Но пристегните ремни безопасности. Прямо сейчас с моим следующим гостем может быть жарко и влажно. Потому что это человек, у которого обычно есть что-то очень стоящее того, чтобы его послушать. Если вам просто кажется, что вы не можете этого сказать, то, скорее всего, Розанна Барс уже это сказала. И в последнее время из-за этого у нее возникло множество неприятностей. Во время Холокоста тоже никто не погиб. Шесть миллионов евреев должны были умереть прямо сейчас. Но этого так и не произошло. Еврейскую комичку обвиняют в гомофобии, трансфобии и даже антисемитизме. И она была сенсационно исключена из своих собственных ситкомов за расистские твиты. Фанаты говорят, что ее неправильно поняли. Критики говорят, что у нее не хватает мозгов. Фрей защищает меня от самой себя. Я рад сообщить, что в прямом эфире из Техаса ко мне присоединилась ведущая подкаста Розанна Бар. Это Розанна. Розанна, как у вас дела? У меня все отлично получается. Как у вас дела, Пирс? Я не могу представить себе никого другого, кого бы я предпочел видеть в шоу под названием «Без цензуры», кроме вас. Конечно же, вы очень умный человек. Розанна, неужели мы сошли с ума в нашем мире? Неужели мы сошли с ума? И я действительно прихожу в отчаяние от того, что сама суть комедии, например, вычеркивается из человеческой жизни. Да, вам следует впасть в отчаяние, коллеги. Так же, как и любому человеку, у которого есть хоть какой-то разум или вообще какая-то человечность или какая-то связь с другими человеческими существами на Земле. Они должны впасть в отчаяние. Я утверждаю, что они используют глупость в качестве оружия, и люди опустились до такого уровня, что не могут справиться с сатирой, потому что сатира. Это когда вы берете два несопоставимых предмета и объединяете их вместе, чтобы очернить реальность, как это делает поэт, с помощью слов. И к тому же они не могут одновременно удерживать в своей голове две несопоставимые идеи, потому что их кормят всякой чушью 24 часа в сутки через средства массовой информации. И я вот-вот сойду с ума, сидя здесь в наушниках и слушая то, что вы все говорите об Украине. У меня вот-вот случится сердечный приступ, но я даже не собираюсь вдаваться в подробности. Я родом с Украины. Я украинка. Я украинка. Здесь существует большая группировка нацистов. Я не знаю, известно ли вам об этом, но на Украине очень много нацистов, и они фактически убили всю мою семью. Я действительно все понимаю, и именно это меня тоже приводит в ужас. Людям лучше бы проснуться и самостоятельно провести какое-нибудь исследование, вместо того, чтобы покупать то, что появляется на экране. И я стараюсь встряхнуть их, Пирс. Вы чертовски правы в том, что я действительно это делаю. Я стараюсь встряхнуть их и взломать их программы контроля сознания. Я делаю это ради Бога. Вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Я не согласен с вами по поводу многого из того, что вы говорили об Украине. Я знаю, что вы так и сказали. Вы имеете полное право высказывать свое мнение. В связи с этим предположением я бы сказал, что все они представляют собой одну и ту же кучу вещей. Вы, наверное, не видели в новостях свастики на руках солдат. Он сам еврей, так что очевидно, де-факто он не является нацистом. Я знаю, но он не очень-то хороший человек. Неужели все евреи одинаковы? Ради Бога, не говорите об антисемитизме. То, что этот парень еврей, вовсе не означает, что ему нравится еврей, или что он делает что-то хорошее для евреев. Ну и что с того? Какая разница, кто кто такой? Именно в этом и заключался весь смысл моего твита. То, что они люди с кожей, еще не значит, что они родственники. Вы понимаете, что я имею в виду. То, что у них такой же цвет кожи, как у вас, еще не значит, что они не пытаются запереть вашу задницу под замок. Народ, просыпайтесь, просыпайтесь. Приходите в себя. Все в порядке. Послушайте, как я уже сказал, у вас нет цензуры, так что вы имеете полное право высказывать свое мнение. Я имею право на иную точку зрения. Я уверен, что вы с этим согласитесь. По моим теориям, все мысли качокнуты, и это всего лишь вопрос ученой степени, но это всего лишь мое личное мнение. А что это за шутка, которую вы собирались мне рассказать? Люди, страдающие проблемами психического здоровья, говорят, что есть сумасшедшие люди, не находящиеся в здравом уме. О, я понимаю. Мне очень жаль, что так вышло. Мне очень жаль, что так вышло. Я думал, что вы делаете серьезное заявление по этому поводу. Хорошо, я все понял. А теперь послушайте розет, позвольте мне задать вам, по-видимому, самый сложный вопрос на свете. Что же такое женщина? А сколько я вешу? Нет, но что же такое женщина? Женщина — это я сама. Женщина — это та, у кого грудь свисает до живота, и у кого выпала матка в результате рождения пятерых неблагодарных маленьких ублюдков, которым никогда в своей чертовой жизни не приходилось ни за что работать. Именно такова и есть настоящая женщина. Я понимаю. А как же эти неблагодарные маленькие тупицы, как они реагируют, когда вы говорите о них подобные вещи? О, они просто смеются. У них очень хорошее чувство юмора. Вы бы слышали, какие ужасные анекдоты они рассказывают обо мне. Вот в чем дело, Розанна, дело вот в чем. Совершенно очевидно, что вам нравится говорить возмутительные вещи. И это мне в вас действительно нравится. Я думаю, что как можно больше людей должны поступать подобным образом в жизни. Но мне кажется, что вовсе не обязательно ссориться из-за этого даже с самыми близкими и дорогими людьми. Не стали ли мы все просто слишком чувствительными? Не слишком ли сильно мы обиделись? Не должны ли мы просто иметь возможность говорить возмутительные вещи, а потом выпить и посмеяться друг с другом? Посмотрите-ка на это, Пирс. Люди, которые говорят, что все вокруг является оскорбительным, идут по улице, размахивая своими пенисами, а лица детей одеты в одежду. Это те самые люди, которые говорят, что всякое дерьмо является оскорбительным. Черт возьми, вы понимаете, что я имею в виду. Господи Иисусе! Эй, здравствуйте! Я говорю вам, женщина, вот мой совет сегодняшней женщине. Держите свой пенис в штанах, особенно когда рядом с женщинами находятся дети. Розанна, я думаю, что мы определенно соответствовали требованиям выставления счетов без цензуры. Я действительно очень благодарен вам за то, что вы присоединились к этому шоу. Я очень ценю это. Рад вас видеть и желаю удачи в вашем туре. Редактор субтитров А.Семкин